Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорт, а меня зовут Андрей Горгуленко. Мы расскажем об успехах профессиональных атлетов и возвращении к занятиям спортсменов-любителей. Смотрите в этом выпуске. Одна победа за четыре игры. Футбольные команды Самарской области забуксовали на старте первенства России. Их не остановили даже фавориты турнира. Самарские спортсмены стали чемпионами России по пляжному регби. Мячи, кроссовки и санитайзеры. В Самаре прошел баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». В этом сезоне в первенстве России по футболу Самарская область представляют сразу две команды. Самарские крылья советов, покинувшие российскую премьер-лигу, и Акрон из Тольятти, который поднял сезон Урал по Волжье профессиональной футбольной лиге. Правда, стартовали команды не слишком удачно. В четырех играх на двоих они одержали лишь одну победу. Подробности прошедших матчей расскажем в следующем материале. Новый состав, новый чемпионат, новые соперники и новый тренер. Самарские крылья советов начали сезон в ФНЛ без голевой ничьей. Подопечным Игоря Осинькина, который недавно возглавил команду, противостояла Калининградская Балтика. Крепкий коллектив, давно зарекомендовавший себя с хорошей стороны. В этот вечер волжане не смогли вскрыть оборону гостей самарцы, создали несколько опасных моментов, но голкипер Балтийцев Максим Бориско был на высоте и не позволил хозяевам поля отличиться. Совершенно нет ритма. Не очень понравилось качество игры с нашей стороны. Поэтому не могу им сказать, что довольны. Да, матч закончился ничью, мы приобрели очко. Но, конечно, это не наша игра. И, откровенно говоря, у соперника было моментов чуть-чуть больше. Есть определенные требования, даже не требования, а принципы игры, которые будут обязательно и которые сейчас, пока мы к ним не совсем готовы. После первого тура крылья советов расположились на 13-й строчке ФНЛ, но ситуация может измениться уже в ближайшее время. Подопечные Игоря Осинькина ехали в Домодедово, чтобы реабилитироваться за ничью с Балтикой перед своими болельщиками. Но новичок ФНЛ явно не планировал уступать самарцам. На 10-й минуте это доказал защитник Велеса Павел Котов. Он поразил ворота Евгения Фролова эффектным дальним ударом. После перерыва хозяева поля упрочили преимущество. Гол на свой счет записал Артем Максименко. На 62-й минуте за второе предупреждение судья удалил капитана Крыльев Александра Гацкана. В меньшинстве волжане пропустили еще. Павел Котов оформил дубль. Самарцы размочили счет лишь в концовке встречи. Егор Галенков переиграл голкипера Велеса и установил итоговый счет на табло. 3-1. Вот пока мы еще, не знаю, как-то еще не заставили футбольного бога быть с нами. Не попросили, будем так говорить. После досадного поражения капитан Крыльев Советов Александр Гацкан нашел себе силы и извинился перед болельщиками за результат. От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувство болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна. На это требуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом нам нужно прибавить. После второго тура Крыльев Советов опустились на дно турнирной таблицы и занимают 18 место из 22. Исправить ситуацию можно уже в среду, 12 августа. Волжане померятся силами с Хабаровским СКА на Самара-арене. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Для дебютного матча в ФНЛ Тольяттинский Акрон отправился в Воронеж. В гости к местному факелу. Как и подобает новичкам, волжане начали матч осторожно. В основном, сдерживая атаки хозяев и лишь изредка отвечая опасными ударами. Пару раз игроки факела были очень близки к тому, чтобы открыть счет. Однако голкипер Никита Гойло раз за разом выручал свою команду. Но на 78-й минуте и он не смог спасти. Артур Газданов в своей штрафной нарушил правила и ударил по ногам воронежского полузащитника Романа Акбашева, который сам решил исполнить заработанные пенальти. Точный удар не оставил вратарю никаких шансов. Ответить на это футболисты Акрона так и не смогли. Поражение в дебютном матче 0-1. Понравился накал, внутренний накал игры. И я думаю, это все чувствовали и зрители, и футболисты. И поэтому игра смотрелась хорошо. Во втором туре на поле Самара-арены тольяттинцы встречались с еще одной легендарной командой – ярославским шинником. В этот раз футболисты Акрона уже не стеснялись и сразу стали атаковать. Вылилось это в несколько опасных моментов. Ответить шинник смог к концу тайма. Вячеслав Зинков со штрафного ударил в перекладину. Второй тайм Акрон снова начал активнее ярославцев. Но вновь не смог преобразовать этот запал в голы. А вот шинник забил. Низамуддинов переправил мяч ворота Сергея Волкова после прострела. Тольяттинцы смогли ответить сразу же. Артур Газданов сравнял счет на 62-й минуте и стал автором первого гола Акрона в ФНЛ. А под конец матча очень дальний удар Никиты Верхунова принес тольяттинцам первую победу в сезоне. После двух туров Акрон занимает 12-е место в таблице. Чувствовалось, что команды хорошо подготовились друг к другу. Игра была очень непростая. Но сегодня эмоции немножко сейчас перекрестывают. Сегодня мы сейчас разбираем ошибки и двигаемся дальше уже будем завтра. Баскетболисты клуба «Самара» приступили к тренировкам. Во время пандемии коронавируса и ограничительных мер спортсмены старались не забрасывать домашние тренировки, чтобы не потерять форму. В конце июля команда прошла медобследование и приступила к подготовке к новому сезону, на которой у баскетболистов амбициозные планы. Ожидаю начало сезона поскорее, потому что все соскучились по баскетболу. Я думаю, что не только мы и зрители тоже соскучились. Ожидаю, так сказать, хорошей борьбы. Я думаю, что в этом году мы закончим сезон на первом месте. В том году не получилось из-за коронавируса. В этом году, надеюсь, что будет все отлично. Физкультура возвращается в самарские дворы и скверы. Тренеры по месту жительства возобновили свою работу. Правда, до соревнований еще далеко. Но первые товарищеские матчи, например, по футболу, уже проходят. Подробности в следующем сюжете. Второй тайм продолжаем в том же духе. Игру не отдаем. Играем свою игру. Под их игру не надо подстраивать. Побольше передач. Побольше просим мяч. Понятно? Больше движений. Футбольный тренер Василий Акимов в школьную команду «Арсенал» тренирует уже седьмой год. Мальчишки пришли к нему еще первоклассниками. Сегодня это уже настоящие футболисты. Некоторые продолжили свою спортивную карьеру в профессиональных командах. Но и любители, рассказывает тренер, мало в чем им уступают. А после самоизоляции желание заниматься у его подопечных стало еще больше. Мы играем вторую, так скажем, товарищескую игру. Это все-таки не соревнование. Я вижу, что желание огромное у ребят. И надеюсь, что это желание никуда не пропадет. И сегодняшняя ситуация в мире, она все-таки закончится. И наконец-то мы будем участвовать в соревнованиях. Защитник Владимир Романенко пришел в школьную футбольную команду «Арсенал» после просмотра по телевизору отборочного турнира на чемпионат Европы. Говорит, ему запал в душу матч «Россия-Уэльс». С тех пор Владимир оттачивает свое мастерство на футбольных полях Самары. Этой весной пришлось повесить бутсы на гвоздь. Но теперь команда снова вышла на тренировки. Считай, два месяца сидели без футбола, дома, не поиграешь. Теперь есть возможность. Вот игры устраиваем. Первую, к сожалению, проиграли 6-5. Команда «Фибер» была. Сейчас команда «Форс». 4-3 в нашу пользу. Футбольная команда «Арсенал» из 92-й школы звезд с неба не хватает. Но и в аутсайдерах городских соревнований не числится. В 2018 году она выиграла турнир «Лето с футбольным мячом». Пока это лучшее ее достижение. Притормозил его движение к славе в этом году COVID-19. Юные спортсмены не разыграли кубки и медали на двух главных турнирах сезона. Кожаный мяч в мае, в июле и августе «Лето с футбольным мячом». Но тренеры надеются, что городской департамент спорта совместно с Самарской федерацией футбола проведут еще соревнования для любителей самой популярной игры в мире. Сборная Самарской области стала чемпионом России по пляжному регби. В финале команда обыграла «Казанскую энергию» 8-6. 9 из 12 игроков сборной представляют спортивную школу Олимпийского резерва номер 1. На первой тренировке после «Триумфа» побывала наша съемочная группа. Спортсмены сборной Самарской области по регби к тренировкам приступили сразу, как только вернулись в Самару. Расслабляться некогда. Теперь нужно удерживать высокую планку. Как только приехал только домой, я сразу начал пересматривать свои игры и находить свои ошибки, анализировать их. И как-то указывать на мои слабые какие-то стороны, над которыми нужно поработать. В национальном чемпионате по пляжному регби участвовало 15 мужских команд. Сборная Самарской области, сформированная на базе спортшколы Олимпийского резерва Министерства спорта региона, впервые стала чемпионом страны. В финале турнира самарцы обыграли главного фаворита – «Казанскую энергию» 8-6. Руки на финале не дрожали, да, и не было волнений, что там что-то произойдет не так. Парни сделали ровно то, что умеют, и сделали очень хорошо. Большое внимание созданию условий для подготовки спортивного резерва уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем послании он отмечал, главой государства поставлена задача подготовить спортсменов для включения их в составы сборных команд. И в регионе созданы условия для развития спорта. По нацпроекту «Демография» спортшколы получают дополнительную поддержку. Так сборная по Рыгове получила 30 мячей. Это действительно было запланировано нами раньше в рамках национального проекта. Есть несколько организаций и учреждений, которые получили эту федеральную поддержку. Два государственных учреждения – ШОР номер один и ШОР номер пять. И это несколько видов спорта. Поэтому она предусмотрена по годам. Я думаю, что на следующий год мы тоже определим организации спортсменов и детей, которые такую поддержку получат. Старые мячи, которые тоже в хорошем состоянии, передадут детским командам для тренировок. В Самаре прошел баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». Для участия в город приехали команды со всей области. Их разделили на группы. И для каждой отвели специальное время на площадке, чтобы избежать большого скопления людей. С участниками турнира пообщалась наша съемочная группа. Дмитрий Приходько в спорт пришел около 20 лет назад. Вспоминает, тогда это было одно из увлечений – плавание, танцы и баскетбол. Только последний, в отличие от прочего, не бросил. Увлекло. За плечами сотни турниров сейчас он играет в стритбол от баскетбольного клуба «Самара». Стритбол – такая игра, что может выиграть любой по сути. Много раз доказывал, что приезжает команда, вроде бы ничего такого. Они просто за счет желания выигрывают других. Поэтому на каждое соревнование надо выходить с максимальным настроем. В стритболе вообще нельзя расслабляться. Наряду с опытными спортсменами – парни, которые только начинают свой путь в мир большого спорта. В «Самару», чтобы поучаствовать во всероссийском турнире «Оранжевый мяч» приехали 64 участника со всей области. Их разделили на 4 группы. Каждая подходит на паркет к определенному времени, чтобы не допускать большого скопления людей на площадке. Времена диктуют свои правила и помимо мяча из сетки на полях – санитайзеры. Несмотря на все пандемические дела, которые на нас нахлынули, мы эти тучи разгребаем не только баскетбольными большими руками, но еще разбрасываем их мячами. Этот турнир – глоток воздуха. С апреля, с марта месяца мы не брали в руки баскетбольный мяч. И вот только август месяц дал нам такую возможность вновь встретиться на новых баскетбольных площадках. Турнир традиционно проводят в День физкультурника. Одна из задач нацпроекта «Демография» – привлечение жителей к регулярным занятиям спортом. Кроме того, это отличная стартовая возможность для начинающих баскетболистов, поскольку на площадку нередко приходят тренеры присматривать себе игроков. Для этого они здесь и участвуют, чтобы как-то проявить себя, не только сыграть для себя, кого-то победить, но и также проявить, может быть, чтобы заметил какой-то тренер, какой-то специалист, чтобы было приглашение в профессиональную команду. Это всегда такая практика, может, даже и не ожидает этот игрок, но своим талантом, своим рвением он может доказать, что он может играть на другом уровне. Победители турнира получили кубки и медали. На этом все. Увидимся в следующих выпусках программы «Мастер спорта». С вами был Андрей Горгуленко. Больших побед вам! Удачи!